В критический момент исторического развития для мира важно, чтобы мы сделали правильный выбор и предпринимали ответственные действия. Давайте объединимся как один и соберёмся с силами. Саммит БРИКС – виртуальная встреча Китая, Бразилии, России, Индии и Южной Африки прошла 25 июня. Обсуждать должны были перспективы глобального экономического развития, но никаких конкретных заявлений в рамках саммита не звучало. Одни лишь популистские речи об объединении и общих усилиях. «Конфликт в Украине выявил линии разлома в международном порядке. Конфликт затмил неотложные глобальные проблемы. Мы должны защищать принцип многосторонности. Мы должны объединить усилия для проведения реформы международных организаций, таких как Всемирный банк, МВФ и Система организаций объединённых наций». Сначала Путин развязывает полномасштабную войну против Украины. Десятки тысяч украинцев погибли. Экономика оказывается на грани очередного глобального кризиса. Из-за санкций, блокировки продовольствия в украинских портах и стремлениях европейских стран найти замену российским энергоносителям. И после всего этого вот, что Путин предлагает на БРИКСе. «Можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельного государства». И пока лидеры Индии, Бразилии и Китая улыбаются и приветствуют российского президента, политологи уверены, это встреча, как и весь союз. «Формальность. Путин изо всех сил пытается создать видимость, что у него есть союзники, и ему есть чем ответить Европе и США. Вот только никакой коалиции на самом деле не существует, ведь ни один из так называемых «друзей России» не решился поддержать страну, ставшую изгоем, и вступить в конфронтацию с Западом». «Нет никакой коалиции в поддержку России. У большинства стран БРИКСа нет интереса вступать в стратегическое противостояние с Западом. Противостояние США они поддерживают, а войну против Украины нет». «Украина стала своего рода катализатором новой холодной войны еще в 2014 году после оккупации Крыма и разжигания военной агрессии на Донбассе. Уже тогда, по мнению политолога Владимира Фисенко, мир разделился на два лагеря – с одной стороны те, кто поддерживает Украину, с другой – сторонники России. И эта холодная война, в отличие от предыдущей, не будет биполярной, уверен эксперт». «Китай, у которого есть свои конкурентные отношения США, еще с коммунистических времен критично относится к НАТО, но в отличие от старой холодной войны Китай не вступает в прямое идеологическое и политическое противостояние. Сейчас есть табор демократических стран, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии. И есть Россия, у которой есть парочка маргинальных стран, например, Никарагуа и Северная Корея. Но даже такие большие партнеры России, как Китай, избегают поддержки». О какой-то путинской коалиции в холодной войне можно говорить только в случае, если Китай решится напасть на Тайвань. Свои намерения вернуть себе контроль над островом, пусть даже военным путем, официально Пекин озвучил не единожды. Тогда как президент США в минувший четверг заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае вторжения Китая. А вот закончить холодную войну сможет Украина, а точнее поражение России в ей уже развязанной войне.